Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из Российского национального музея музыки На старой фотографии, датированной 1888 годом, запечатлена группа мальчиков 14-15 лет. Фотограф тщательно рассадил и расставил их в фотоателье вокруг маленького столика, за которым сидит пожилой, седаволосый человек. Даже еще не зная, кто именно изображен на фотографии, первое, что можно предположить, это учитель и его ученики. И действительно, на фотографии педагог Московской консерватории и один из известных московских оригиналов Николай Сергеевич Зверев и его ученики. Будущий композитор Александр Скрябин, талантливый пианист Леонид Максимов, Федор Кенеман, будущим профессор Московской консерватории и аккомпаниатор Федора Ивановича Шаляпина, Матвей Пресман, известный в будущем как основатель Ростовского отделения Русского музыкального общества и директор музыкального училища в Ростове-на-Дону. Вторым справа стоит юный Сергей Рахманинов. Ему 15 лет, и он уже третий год живет, учится и воспитывается у Зверева в его доме на Плющихе. Что предшествовало зачислению Рахманинова в класс Зверева? Двумя годами ранее его мать, Любовь Петровна Рахманинова, была вынуждена забрать сына из Петербургской консерватории. Предоставленный самому себе 13-летний Сергей, несмотря на выдающиеся музыкальные способности, предпочитал вместо учения кататься на коньках или просто шататься по улицам. Пропускал занятия и даже экзамены, пока, наконец, не провалил все общеобразовательные предметы. Двоюродный брат юного шалопая, известный пианист Александр Зелотти, дал Любови Петровне мудрый совет перевести мальчика в Московскую консерваторию и отдать его в руки своего бывшего педагога Николая Сергеевича Зверева. Зверев имел обыкновение брать к себе на воспитание двух-трех одаренных учеников консерватории, которые жили и учились у него на полном пансионе и совершенно бесплатно. Учитель строго следил за приготовлением уроков и музыкальными занятиями. Часы игры на рояле были распределены между учениками так, что порой кому-то выпадало вставать раньше других. По вечерам ученики Зверева вместе с наставником посещали концерты, не пропускали ни одной премьеры в большом и малом театрах, учились танцам, иностранным языкам и общевождавательным предметам с частными педагогами. Эти уроки, а также стол и гардероб воспитанников оплачивал, разумеется, Зверев. Летом он вывозил своих воспитанников на подмосковную дачу, один раз съездили в Кисловодск, один раз в Крым, в Семейс. В памяти Рахманинова навсегда остался приезд в Москву Антона Рубинштейна. Рахманиному удалось побывать на всех исторических концертах великого пианиста. И даже по два раза. Вечером концерты давались в зале благородного собрания, на следующее утро в немецком клубе бесплатно для студентов. Зверев со своей командой, конечно, слушали все концерты. В консерватории специально для Рубинштейна выступили лучшие ученики, и среди них 13-летний Рахманинов. Он сыграл английскую сюиты Баха. В тот же вечер Антон Рубинштейн посетил дом Зверева, и Сергею за хорошую игру выпала честь проводить пианиста к столу, придерживая фалды его фрака. За четыре с небольшим года учебу у Зверева Рахманинов добился значительных успехов в специальности, да и общие образовательные предметы потянул так, что с осени 1886 года стал получать консерваторию стипендию имени Николая Рубинштейна. Рахманинов перешел на старшее отделение консерватории и уже пробыл себя в сочинении. Он просил выделить ему отдельную комнату для занятий композицией, но неожиданно получил резкий отказ. Внезапная размолка со Зверевым привела к разрыву отношений, из-за чего Сергей был вынужден покинуть дом педагога. Примирение состоялось только спустя три года. После экзамена по композиции, которую Рахманинов блестяще выдержал, Зверев сам подошел к нему, поцеловал и подарил свои золотые часы. С ними Рахманинов никогда не расставался. Он был прекрасный человек, говорил Рахманинов о Звереве. Лучшим, что есть во мне, я обязан ему. Экспо-музыка. Шедевры из Российского национального музея музыки.